Армейцы столицы в матче с Ладой прервали неудачную серию четырех матчей без побед. На этот раз отсутствие главного тренера команды Вячеслава Быкова, занятого также работой из национальной сборной, на действии своих клубных игроков не сказалось. Уступая по ходу встречи 0-1, армейцы затем сумели перехватить инициативу и довести дело до положительного результата. Дублем в составе ЦСКА отметился молодой нападающий Денис Паршин. Итог 4-2, но наставник гостей Анатолий Менин заявил, что подаст официальный протест. В целом команда подготовилась хорошо, но, к сожалению, выпало на нас два игрока, которые, в принципе, и сделали этот поединок. Мы из-за них и проиграли. Ну и, конечно, не могу сказать о судействе, а что такое судействие, я не знаю. Будем разбираться, судейство. Еще раз поймите. ЦСКА против Лады частенько оказывался в большинстве. Многочисленные удаления тольятинцев и их главный тренер Алексей Емелин назвал придуманными. И жалобу на судейство теперь намерен направить соответствующий орган федерации. Кстати, в меньшинстве Лада пропустила лишь однажды. Еще одна шайба армеец Японщинцев забросил в пустые ворота, когда соперник, заменив вратаря, пытался спасти матч. Не получилось 4-2 в пользу ЦСКА. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!